10 Minutes of English 10 Minutes of English 10 Minutes of English 10 Minutes of English 11 Minutes of English 11 Minutes of English 11 Minutes of English 11 Minutes of English 12 Minutes of English 12 Minutes of English называются специальные вопросы, то есть такие вопросы, с помощью которых мы запрашиваем особую информацию. Чем же специальные вопросы отличаются от общих? Во-первых, в начале специального вопроса всегда стоит упросительное слово. Давайте их перечислим. When, when, когда, where, где, what, что, какой, which, который, how, как, who, кто, why, почему, how old, how old are you, сколько тебе лет, how often, как часто. Во-вторых, специальным вопросом свойственен особый порядок слов. Порядок слов зависит от того, к какому члену предложения мы задаем вопрос. Вопрос может быть к подлежащему, и вопрос может быть не к подлежащему, например, к наполнению. Давайте рассмотрим пример, когда вопрос задается не к подлежащему. На первом месте ставится вопросительное слово what. На втором месте ставится вспомогательный глагол do, который является частью сказуемого. На третьем месте ставится подлежащее, которое выражено местоимением you. На следующем месте ставится основная часть сказуемого. Давайте рассмотрим пример с глаголом to be. How old are you? Сколько тебе лет? На первом месте ставим вопросительное выражение how old, с помощью которого мы задаем вопрос. На втором месте мы ставим глагол to be в нужной форме. И на третьем месте мы ставим подлежащее. Давайте рассмотрим следующий случай, когда вопрос задается к подлежащему. Who says this? What makes you happy? Как видно, если вопрос задается к подлежащему, нам не нужно ставить никаких вспомогательных глаголов. После вопросительных слов идет основной глагол без каких-либо преобразований. Says, makes. Who says this? Кто говорит это? What makes you happy? Что делает тебя счастливым? Глагол стоит в третьем лице единственном числе. Рассмотрим следующий пример. Who says this? Пушкин says this. Whom do you tell this? I tell Tom this. В первом случае вопрос ставится к подлежащему. В первом случае вопрос ставится к дополнению. Whom do you tell this? I tell Tom this. В данном случае вопрос ставится к дополнению Tom. Как видно, в данном случае нам требуется вспомогательный глагол do. В том случае, когда мы задаем вопрос к подлежащему, никакого вспомогательного глагола не требуется. Следующий вид вопросов называется альтернативные вопросы. То есть, такой вид вопросов, где нам предлагается выбор из двух. То есть, альтернатива. Рассмотрим следующие примеры альтернативных вопросов. Do you like black or red cars? Тебе нравятся чёрные или красные машины? I like red cars. Мне нравятся красные машины. Do you eat oranges or apples for breakfast? I eat oranges for breakfast. Ты ешь апельсины или яблоки на завтрак? Я ем апельсины на завтрак. Бывает и так, что нам подходят оба варианта, предложенные в альтернативном вопросе. Или не подходит ни один из вариантов, предложенных. В таких случаях мы пользуемся следующими союзами. Если нам подходят оба варианта, мы используем союз both and. И, и. Если нам не подходит ни один из вариантов, мы используем следующий союз. Neither, nor. Рассмотрим использование этих союзов на примере. Do you eat oranges or apples for breakfast? I eat both oranges and apples for breakfast. Ты ешь апельсины или яблоки на завтрак? Я ем и апельсины, и яблоки на завтрак. Do you eat oranges or apples for breakfast? I eat neither oranges nor apples for breakfast. Ты ешь апельсины или яблоки на завтрак? Я не ем ни апельсины, ни яблоки на завтрак. Последний вид вопросов называется tag-tail questions, которые в шутку можно назвать хвостатые вопросы. Сейчас вы поймёте почему. Вся идея хвостатых вопросов заключается в том, что к повествовательной части вопроса, будь то утвердительная или отрицательная часть, добавляется вопросительная часть. Рассмотрим следующие примеры. Если первая часть этих вопросов утвердительна, то вопросительная часть вопроса будет отрицательной. Это мы можем видеть в первом примере. И наоборот, если первая часть вопроса отрицательна, то вопросительная часть вопроса будет утвердительна. Рассмотрим следующие примеры. И также рассмотрим следующие примеры, когда первая часть вопросов – отрицание. Вопросительная часть tag-tail questions переводится следующим образом. And I am I переводится «не так ли?». Давайте переведём следующие вопросы. I am a good sportsman. And I? Я хороший спортсмен. Не так ли? I am not a good sportsman. Am I? Я не хороший спортсмен. Не так ли?